Мотоциклисты часто становятся причиной нарушения спокойствия у финцев. Рев двигателя, опасные маневры и превышение скорости. Сотрудники ГИБДД регулярно проводят рейды, в ходе которых выявляют нарушителей. Съемочная группа ЮТВ вместе с полицейскими выехала на один из таких рейдов в микрорайон Нижегородка. Наиболее частое правонарушение – это отсутствие страхового полиса, отсутствие категории управляемого транспортным средством. И зачастую водители мотоциклов забывают одевать шлемы. Кроме того, часто водители рассекают на незарегистрированном транспорте. У большинства водителей с документами все в порядке. Ответственные мотоциклисты прекрасно понимают, что у каждого нарушения могут быть последствия. Ну это небезопасно, я думаю. И нарушать тоже, ну, как бы, нехорошо. Без шлема вообще небезопасно. Вдруг вот дороги плохие бывают, точки какие-то. Можешь упасть там, не заметить что-то. А я головой ударишь, то все уже. Но, к сожалению, далеко не все водители столь ответственны. Во время рейда мы стали свидетелями того, как некоторые из потенциальных нарушителей пытаются скрыться от служителей закона. Среди нарушителей нередко встречаются и несовершеннолетние. Самые наглые из них не стеснялись провоцировать сотрудников ГИБДД, катаясь перед ними на заднем колесе. А так как погоню может привести к травмам юнца, от нее дорожные полицейские отказались. А вот напарник нарушителя, остановленный уже без мотоцикла, решил отвечать на вопросы довольно дерзко. Не, ну, какие ко мне претензии? Не я за рулем? Я не знаю. Может, и друг. Молодые люди ехали без шлемов. Возможно, что у водителя не было не только прав, но и элементарного воспитания. Причем сотрудники ГИБДД и Центра общественной безопасности говорят, что едва ли не ежедневно ловят таких подростков. Если это несовершеннолетние, то, скорее всего, штраф. Больше всего, в любом случае, транспортное средство помещается на специализированную стоянку и выносится постановление. То есть несовершеннолетние с привлечением к административной ответственности уже комиссию по делам несовершеннолетних приглашают таких правонарушителей. Сообщаем родителям, конечно же. Несовершеннолетние мотоциклисты приносят неудобства и другим участникам дорожного движения. Ведь подростки создают опасность как для себя, так и для других водителей. Ну, опасность, они не соблюдают правила дорожного движения. Ездят, во-первых, незащищенные, без шлемов многие. И ездят на мотоциклах, которые не оборудованы для движения по дорогам общего пользования. И опасность они для пешеходов, для детей создают, потому что здесь частный сектор в основном. И опасно очень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова